На огневом рубеже участники городского смотра конкурса есть такая профессия «Родину защищать». Представители силовых структур, а также предприятия и организации «Заречного» стреляют из пистолета «Марголина». Школьники – из пневматической винтовки с открытым прицелом. Что самое главное на этапе стрельба? Ну, самое главное – это выдержка, наверное, и концентрация, потому что без этого всего они получатся просто прицелиться в мишень. Еще один важный и ответственный этап, который нужно пройти школьникам – сборка и разборка автомата Калашникова. Казалось бы, если тренировался в школе, этот этап не должен показаться трудным. Однако нет волнения, играет свою роль. Чтобы показать хороший результат, нужно собраться с мыслями. Время разборки и сборки автомата Калашникова фиксирует судья соревнований. Он же следит за правильностью выполнения упражнений. Если участник нарушит последовательность или уронит на пол деталь, то получит штраф. По правилам соревнований за каждое нарушение к итоговому времени прибавляется по пять секунд. Волнения присутствуют, тем более мы сейчас прошли один этап стрельба, там как бы у нас не особо что-то получилось. Бывает, что и трубка заедает, бывает, что и механизм там не вставляется. Поэтому для меня вот с такими ногтями вот сложнее всего пенал сейчас стало доставать. Анастасия Вавилова разобрала и собрала автомат почти за 32 секунды. Девушка считает, что могла бы и лучше. Однако судей такой результат вполне устраивает. Ребята, несмотря на то, что им надо учиться, занимаются военно-патриотической работой. Это очень хорошо и очень правильно. Я за то, чтобы вмести вместо ОБЖ ввести начальную военную подготовку, которая была в советское время. Я очень благодарен ребятам, что они участвуют в наших соревнованиях. Городской смотр-конкурс «Есть такая профессия, Родину защищать» будет идти на протяжении всей недели. Финальный этап состоится 8 апреля. В этот день команда участницы представит на суд жюри творческие номера.